запускаю запись привет евгений бычков от радио плюс в классическом составе салой кадыш но алла кадыш привет алочка тебя сейчас не только слышно но и видно расскажи пожалуйста как ты и где самое главное я в теплых краях теплых краях сказала она холодно зажав губу на карибских сгорела она горели губы горели как-то вот нас трюдо не дали как два дня назад призвал категорически никуда не ездить но ты умудрилась проскользнуть я уехала до того как он призвал и скажи ну хорошо ладно сильно до хорошо не будем сдавать где ты но как там у вас в смысле то есть я предполагаю что это не куба знаю тебя я предполагаю конечно не куба и скорее всего это не мексика и даже скорее все это не доминикана правда же да нет нет это карибский остров это самое и мы сняли домом здесь всем семьям с маленькими детьми мы тут живем и по при мы не на неделю приехали отдохнуть а мы тут как бы сняли дом и живем просто пожить да ага скажи пожалуйста а как вас к вам там отнеслись в связи с ковидом там ковид вообще был знает что такое конечно люди всех ходят масках между прочим и причем даже на улице то есть тут вообще очень строго мы пять дней сидели в карантине несмотря на то что мы приехали с тестами мы пять дней сидели в карте ты приезжать схема такая ты приезжаешь с тестом через два дня после того как ты прилетаешь ты садишься в карантин в отель который спину специальный список отелей где ты можешь сидеть где тебя охраняют чтобы ты не выходил даже так да два дня ты сидишь на третий ты идешь делаешь еще один тест когда он готов ты выходишь они нам обещали что он будет готов на следующий день то есть три дня сидеть но он был готов через два дня то есть мы просидели пять это было не очень приятно честно скажу потому что мы с маленькими детьми да и как бы выходить не нельзя из комнаты тебе еду приносят интернет смотря на то что мы интернет есть телевизор есть нетфликс есть все есть да как бы но выйти ты не можешь только на балкон и это было прямо скажем не здорово но зато потом все прекрасно потому что остров пустой естественно туристов мало вот там где мы живем у нас три минуты от нас пляж он нашем распоряжении огромный пляж да он наш он у нас личный собственный ну туда иногда местные какие-то заходят погулять но в принципе вот сколько раз я я по утрам иногда туда хожу это спортивной ходьбой и надолго вы там зависли сейчас ну как бы собирались на месяц но думаю что наверное дольше будет окей ну понятно то есть дети твои работать могут оттуда удаленно но и соответственно тоже интернет есть да но все понятно потому что судя по качеству связи интернет у вас там отличный да как я узнал что это не мексики не куба и не доминиканы что интернет у вас отличный окей хорошо слушай-ка а вот ты мне вчера рассказала когда мы с тобой созванивались на вот сапе ты мне рассказала что рядом с вами есть британская там какая-то семья которые вдруг неожиданно начали тебя расспрашивать про навального это чего это вдруг да значит здесь вот прямо на обрыве над океаном живет такая пожилая британская пара а может они не британская но по акценту я так определила может они вообще тут всю жизнь живут я не знаю но у них акцент как будто они бритиш я у них не спрашивала если они бритиш но они белые люди британским акцентом скажу значит они первый раз когда нас увидели на нас все как бы мы живем в таком месте которое это не туристическое место то есть как бы здесь в основном местные либо люди которые приезжают надолго то что это жилой район где люди живут красивый но он как бы subdivision такой карибский а вот и а поскольку у нас с нами две очень симпатичные маленькие девочки то как бы все ой какие девочки да ну и они там тоже ой какие девочки а что акцент русские ну окей значит это когда не на 1 первый раз увидели а у них такой такая развалюшка на скале у них стоит то есть это не не богатые люди прям скажем там них курочки бегают там вот и а мы через ну практически через них вот ходим на пляж и второй раз когда мы туда подошли они нас увидели они мне говорят что а мы знаем мы видели передачу про дворец путина знаем что деньги он украл у русского народа навальный герой и типа дружба он пройдет чтоб крепитесь там все такое но мы чисто просто это банановая республика посреди ничего чтобы люди были в степени осведомленности я просто у меня отвисла челюсть то есть я думаю что поскольку здесь хороший интернет и телевидение все что они наверно bbc смотрят судя по то по всему ты не посмотрела этот фильм про дворец путина или да посмотрела дело в том я не досмотрел я да я ну он же с титрами он же с профессиональными английскими титрами его может смотреть любой человек на этой планете нет но для этого должен быть какой-то канал а может быть через интернет откуда не узнали про него а потому что там уже 70 миллионов просмотров это же это же тоже должен же был об этом им сказать что такое есть правильно ну понятно как те фильмы может быть до отличие но я не успел досмотреть до конца то что тут как бы у нас ну да конечно но смотри я тебе говорю уровень осведомленности в этом месте у меня отвисла челюсть потрясающе действительно действительно потрясающе слушка а инаугурацию там смотрели а как же ну а в британские пенсионеры смотрели ты не знаешь вы не обсуждали они со мной да они со мной это не обсуждали потому что мы русские так они обсудили со мной другое что я понял тебя ну ну а как как тебе это инаугурация ну в условиях ковида я считаю что они шикарно справились там было красиво салюты все такое я ты знаешь я не понимаю абсолютно как могут люди которые уже в принципе вот уже после инаугурации по-прежнему говорит что байден еле ноги волочит и что его под руки поддерживает и что он спит на ходу я не понимаю совершенно он засадил такую 20-минутную речь просто просто блестяще на мой взгляд на мой взгляд и после этого еще открывается языки как-то говорить что вот он сейчас он он вчера уже все как тебе вообще вот это вот и речуга это все как бы эта история сейчас она помнишь я говорила на новый год да что история не закончилась на самом деле сейчас будет долгое нудное судилище и в зависимости от того чем она закончится это судилище будет вот как бы мы сейчас на такой вилке истории находимся и в зависимости от того что сейчас будет вот как бы с теми республиканцами которые пытались отстоять октябрьскую революцию скажем так ну в зависимости от этого и будет как бы судьба америки потому что если люди наказаны не будут серьезно ну значит они через какое-то время произойдет эта вся история по новой ну то есть вот эта вся история с бывшим президентом с предыдущим я как как не называю как волдеморта ну его но вся эта история с бывшим президентом она на мой взгляд как раз то уже history сейчас надо как-то смотреть уже что дальше будет и именно как нет 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 жень нет послушай а это понятно что это уже история да но из как бы ход этой истории будет зависеть от того что ему за это будет понимаешь если ему за это условно говоря не будет ничего но хотя это мало возможно ты видел последние там несколько вчера вышли одновременно несколько репортажей по поводу один как он пытался посадить на аторнии дженерал пытался посадить своего это самое то есть там будут сейчас долгие длинные серьезные разборки да и судьба америки будут зависеть от того чем эти разборки закончатся потому что если они условно говоря то что республиканцы поджали хвост и говорят что давайте объединяться unity там уже такое конечно они говорят как же байден сказал что он будет для всех президентом как же он вдруг там как же отсутствие unity да ну и там как бы будет понятно уже что ну смотри ты знаешь что разыгралась на самом деле интересная заварушка в русской комьюнити в нью-йорке бруклин бруклине ну там же говорят не знаю про бостон но я вижу некоторые скажем так я вижу некоторые чаты и которые я в свое время не это самое ну и чё значит народ там там же тоже они наслушались этих русских идиотов которые повторяли которые никогда к передачам не готовятся просто переводят на русский язык и повторяют то что там гленбек там какой-нибудь раш лимба там шон ханити они наслушались и поехали тоже воевать за трампа там несколько человек в зале потому что имеешь ввиду вашингтоне шестого да 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 там некоторых человек повязали теперь они сдают своих гуру вот это вот мне очень нравится идея но которые до которые им все это вот впаривали а теперь они говорят как нам говорили уважаемые люди типа мы поверили от президента до нашего родного там я не знаю леона вайнштейна они нам говорили что выборы смухлеваны мы поверили но в общем там будет сейчас тоже смешные я тебе скажу ты знаешь они уже идут да я тебе скажу я на россии 24 мне просто прислали этот ролик поскольку это вроде бы как бы точка зрения американской блогерши ты понимаешь да ну короче говоря на россии 24 да а там такая тетка когда которая говорит очень хорошо очень поставленная вот она значит про трампистка абсолютно и говорит насколько это было ужасно она была в этой в толпе и у нас было мирное мирное было шествие на на капитал билдинг и все такое прочее ну короче вся вся вот эта вот фигня да но меня просто поразило во первых раз что она профессионально выглядит два что она профессионально говорит возможно такая тетка и есть где-нибудь там в америке очень может быть но блин но это была такая конечно они но они же все вот эти вот как бы условные ну да это русское радио да они же все были они гнули за другое дело что они гнули за трампа потому что они всю жизнь и гнут просто повторяют не буду говорить кто мне один раз в свое время сказал что за те деньги что мне платят что я типа буду к передачам готовиться я типа послушал да там какого-то консервативного радио этого самого да и повторил только только повторил по-русски у меня ты знаешь мы это сейчас как раз обсуждали потому что есть некий а ютюб-канал не знаю ты следишь за ним я не такой рашкин репорт чувак очень хорошо развернулся да да ты мне говорил про него я не видела но ты мне вот ты когда приедешь в одном нам надо вообще подумать потому что нам надо как бы объединяться конечно на уровне каких-то ютюбовских дел но не в том дело так вот он он как раз об этом то и говорил о необычайной склонности именно русскоязычных эмигрантов и в частности евреев вот к сращиванию с неонацистами вообще с расистами со всяким со всяким прочим вот этим вот и там довольно интересные вещи как бы обсуждали и писали но это отдельно мы поговорим это тема 3 как бы да у меня как бы несколько есть соображений на эту тему часть этих людей сто процентов они просто изначально как бы тяготели к республиканцам да и они слушали все действительно консервативный ток радио и и тупо повторяли потому что иначе надо готовиться к передачам то есть это от но от лени и нежелания как бы тратить свое время на какое-то изучение вопроса да они тупо повторили и получили за это деньги и все но я не сомневаюсь то есть это основная масса да но я не сомневаюсь что есть как бы отдельные личности которые вполне возможно что это сплывет которые делали это совершенно они совершенно сознательно гнали подогонда потому что она же шла как бы от русская пропаганда которая плюж когда человек который живет в америке выступает на российском телевидении и говорит что в америке смахлевали с выборами понимаешь это ну вот помимо того что я считаю что это предательство странных которой ты живешь да но это често для путина же делают жизни делается же не делается для своей аудитории Шон Ханити, у которого они это услышали, он же не говорит это на российскую аудиторию, он говорит это на свою. Но они-то говорят это в эфире российского телевидения, предавая свою страну и врут. То есть теперь у Путина есть возможность сказать, что а что, выборы везде подделывают? Вот в Америке, пожалуйста, вот же они подделали выборы в Америке. Вот меньше всего меня лично беспокоит то, что об этом скажет Путин, но вопрос не в том. А ты смотрела сегодня? Поскольку мы разговариваем, сейчас у нас вечер субботы, и как раз вот этот марш уже прошел в России. Ты как-то наблюдала за ним? Да, я отрывочно тоже посмотрела, что везде в Чите не стали разгонять даже это самое, милиционеры не стали как бы, то есть, ну, условно говоря, милиция на стороне народа. Ну, в нескольких городах. Но на самом деле народа было много, учитывая как бы все, да. Ну, а возвращаясь к инаугурации, прости, что я тебя прерываю, но просто это у нас видео будет. И я не хотел бы сильно затягивать, просто чтобы у людей уши не завяли. Возвращаясь к Байдену, так вот, в числе его первых как бы распоряжений подписанных, это была большая плюха Канаде, собственно говоря, поскольку он остановил строительство Кистована. О чем он, собственно, предупреждал? Ну да, я как раз хотела сказать, это было достаточно заранее известно, это было оговорено, это было... Ты видел, Джейсон Кенни там выступил по этому поводу? Да, конечно, да. Да, ну, то есть, как бы, это был, там, скажем, подготовленный вопрос, на который был подготовлен ответ. Да, я не увидела в этом никакого сюрприза, мы знали все это. Ну, нам это очень неприятно. Безусловно, безусловно, но, как бы, контрмеры-то тоже обсуждались, как бы. Потому что они вчера, наконец, поговорили с Джастином, и он еще... Первый звонок был Джастину Трюдо, второй звонок был мексиканскому президенту, это понятно, это традиционно. Значит, первая международная встреча у него будет с Джастином Трюдо, по-моему, если не ошибаюсь, то ли на следующей неделе, то ли в начале следующего месяца. И, в общем, они, конечно, подружатся, это понятно, но Трюдо и так-то здесь не сладко по всяким наездам и, в общем-то, справедливым, там, финансовым, вот этим всем. Вот, а сейчас тушь на него совсем набросится. С другой стороны, может быть, это неплохо, не расслабляйся, парень, с одной стороны, да, как бы. Нет, ну смотри, никто не... Нет, подожди секундочку. Есть вещи личностные, да, касающиеся Байдена, а есть вещи, которые, как бы, политика партии, условно говоря, да, которые он следует. Вот он, все всегда знали, что он там будет, например, поднимать профсоюзы, да, потому что он всегда говорил, я человек, который, как бы... То есть есть определенная политика партии, есть определенные вещи, которые было известно, что он будет им следовать. Это не личностные вещи, это, условно говоря, политика партии. То, что он им следует, ну да, ну так, как бы, мы же все это знали. Сейчас одну секунду. Давай, пока ты ищешь свой айфон, я просто продолжу мысль, что да, то есть личностное его качество – это одно, а то, что он следует политике партии – это другое. Но именно как человек, который следует политике партии, он, в общем-то, и на себя и скапливает вот всю критику, потому что оппоненты-то не дремлют. Неважно, насколько ты симпатичен, насколько ты нравишься женщинам. Это не имеет, каким бы ни был замечательным президент, любой президент, да, у него есть плюсы и минусы личностные, у него есть плюсы и минусы, как бы, политики партии. Если это республиканцы, у них одни, как бы, если это демократы, у них другие. Тут, как бы, даже смешно это обсуждать. Меня, на самом деле, я тебе хочу сказать, что мне наоборот, вот я вот это слышу, когда меня это радует, что есть какие-то разногласия, которые, ну, как бы, стандартные, да, нормальные разногласия. О чем он, кстати, и сказал. Да, вот эта вот ситуация, да, мы не согласны с демократами, и это так приятно быть политически не согласным со своими планетами, вместо того, чтобы думать, какой ужас и какое разрушение страны, там сейчас президент зафигачит. Ну и последний сюжет, это отставка. Это здоровая, это здоровая, нормальная история, иметь, как бы, разногласия с людьми, которые, условно говоря, не в твоей партии. Да, добро пожаловать в болото обратно. Кстати, кстати, ты знаешь, что, я тебе хочу, это самое, по поводу нашего скандальчика небольшого, мадам Пайет, да, генерал-губернатор. А, окей, да-да-да, вот я к нему и веду как раз. Ну да, я сегодня спросила своего умного ребенка, это, как бы, не мое мнение, а его мнение. Который политолог, да, мы знаем это. Ну, естественно, да, и он говорит, потому что Тридо, грубо говоря, идиот, да, было, в политике есть такое понятие оптикс, то есть это не то, что правильно, а то, что хорошо выглядит, да, вот оптикс такие-то, или плохо выглядят, может. Значит, когда был Харпер, для того, чтобы нанять генерала-губернатора, была команда, которая выбирала пять человек, а дальше премьер-министр выбирал из этих одного, который, как бы, это самое. Ну, Тридо решил скипнуть эту процедуру и выбрать, вот нашел такую классную тетку, она и космонавт, она и по-французски говорит, она и тетка, да, и вот как это все замечательно, какая будет прекрасная оптика у этого, оптикс, как это будет отлично выглядеть. Ну, человек оказался абсолютно not fit to serve, да, если бы они сделали просто нормальную процедуру, то, что называется ветер, они бы прекрасно об этом знали. Он говорит, там есть этот Гарно, который тоже космонавт, если бы хотя бы его спросили, он бы им сказал. Ах, вот так вот. Который просто, ну, конечно, она абсолютно человек не тот, который, как бы, ее личностные качества. То есть у нее репутация еще та. Ну, конечно, и если бы были, они занимались реально поиском человека, который годится на эту должность, а не который хорошо выглядит, у которого оптикс хороший. Ну, вот так вот, в итоге поднялся хай, в итоге генерал-губернаджер сама подала в отставку, в общем, за что ей, конечно, спасибо, но, в принципе, в этой ситуации... Ну, понятно, но она просто никогда не должна была занимать эту должность изначально, да. Это правда. Ну, что, на этом мы останавливаем, иди обратно на пляж на свой, хоть у тебя и темно. Но все равно, что там же есть ночные компания у вас. Послушай, я хочу тебе сказать, вернемся к пляжу еще раз. Давай. Это я хочу сказать, что вот я в свое время думала, что вот как бы хорошо было бы попасть на какое-то такое место, любое красивое, нетронутое место в наши дни, да, обсижено туристами так, что тебе надо стоять в очереди, чтобы на него посмотреть. Я думаю, как вот было офигительно там сто лет назад, когда люди приезжали в какие-то места, ты стоишь на скале, там фильмы какие-то старые слушаешь, и ты один, и никого нету. И мне, наверное, никогда не удастся этого испытать, да, потому что любое красивое место обсижено туристами. И вот мы сейчас в таком месте. Ты выходишь на скалу, и ты один, и никого нету. Это такое охренительное ощущение, я даже не могу никому передать. То есть мне, конечно, немножко совестно, но я же пять дней, честно, в карантине отсидела, чтобы это испытать. Скажу по секрету, во-первых, нифига тебе не совестно, и это правильно. А во-вторых, на скале Wi-Fi есть, скажи, пожалуйста, на скале? Да. Ты можешь нам это, блин, показать просто? Вот вокруг себя такой Робинзон Алла, и вот я это хочу увидеть. И потом ты даже, мы тоже приедем. Я попробую, хорошо. Я попробую тебе. А фотографии сгодятся, нет? Ну, ты же понимаешь, когда ты крутишь камеру, и шумит ветер, и не слышно твой голос, это гораздо веселее, чем просто смотреть. Фотографию можно в интернете посмотреть, что-то. А вот когда ты это держишь в руках и понимаешь, что это вот ты, это же совсем другая история. Ну, хорошо, Жень, я попробую. Попробую в следующий раз засветло записать. Хорошо, дорогой. Все, я вас всех, ребят, целую. Мысленно с вами. Очень хочу, может быть, мы до вас и доедем. Никому не говори только об этом. Целую тебя. Давай, красавица. Все. До следующей связи. Пока. Bye, ПОДПИСЫВАЮЩИЯ. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...